Друзья, привет! С вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история» и у меня для вас прекрасные новости. В разгаре лета, а это значит, что скоро, летний июльский фестиваль цифровой истории в Калининграде. Он состоится 20 и 21 июля в Драматическом театре этого прекрасного города. Темой фестиваля на этот раз будут «Легенды Балтики», и мы расскажем вам 12 интереснейших умопомрачительных историй, которые так или иначе связаны с любимым нами Балтийским морем. Все эти истории будут в разных жанрах. И военный боевик от Кирилла Назаренко, посвященный Маанзунскому сражению, и детектив от Вячеслава Самоходкина об убийстве депутата Государственной Думы на берегу Пфинского залива, и роман «Катастрофа» от Егора Яковлева про пароход Николай I, титаник 19 века, который загорелся в открытом море в 1838 году, а на борту корабля в это время находился, ну, чуть ли не весь цвет русской литературы. И князь Петр Андреевич Вяземский, и Иван Сергеевич Тургенев, жена Федора Ивановича Тютчева, а также аристократы, дворяне, богачи. Как все это закончилось? Почему удалось спасти большую часть находившихся на борту? И какой резонанс у всего этого был во всей Европе, вы узнаете из моего доклада. Будет и хоррор «Балтийское колдовство» от Ксении Чепиковой, и пиратская история про Карста Нараде, личного пирата Ивана Грозного, от Александра Ильича Филюшкина, и литературные студии от Анастасии Кругликовой, которая расскажет про самый русофильский роман Джулия Верна, знаменитую драму в Лифляндии. А специальными гостями фестиваля станут местный житель, блогер Сурен Сармудян, который постарается уложиться в одну суре на минуту, и, конечно, наш ближайший друг и товарищ Дмитрий Юрьевич Пучков, который выступит в роли интервьюера и соведущего. Кроме того, мы везем отличную книжную ярмарку, шоу реконструкторов, песни, пляски и ту незабываемую атмосферу, за которую вы так любите цифровую историю. Давайте встречаться 20 и 21 июля в Драматическом театре прекрасного Калининграда. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Игорь Яковлев. Естественно, это «Цифровая история». И у меня в гостях вновь Максим Фоменко, кандидат исторических наук и заместитель декана факультета государственного управления Московского государственного университета. Максим, привет! Приветствую, Игорь! Рады вновь тебя видеть в нашей студии. В прошлый раз мы с Максимом разговаривали про операцию «Марс», а сегодня у нас другая тема, не менее интересная и во многом новая. Потому что про операцию «Марс» многие слышали, выходили уже и другие ролики на разных YouTube-каналах, посвященные этим событиям. А сегодня мы поговорим про немецкую операцию, операцию «Буйволл». И это, насколько я понимаю, совершенно новый сюжет для отечественной стереографии. Да, действительно, в таком серьезном объеме, на глубоком уровне, на уровне изучения больших объемов документальных материалов, эта операция еще не получила такого вот фундаментального исследования. Но мы надеемся, что мы такой достаточно серьезный шаг в этом направлении сделали. Мы имеем в виду, что Максим и его коллеги, в частности, Артем Владимирович Драбкин, тоже постоянный спитер нашего канала, написали новую работу, она называется «РЖФ 1942-1943», которая посвящена в том числе и той операции, о которой мы сегодня будем говорить. И в первую очередь я попрошу дать характеристику этой операции, с какими целями она разрабатывалась, в какой период, какие соединения были там задействованы. В общем, основную базу, касающуюся операции «Буйволл». Ну что ж, если говорить о тех целях, которые преследовало немецкое военное планирование, когда, собственно, разрабатывалась операция «Буйволл», то главной целью был отход на более удобную позицию в район духовщины, в район... Есть в виду отход с Ржевского... С Ржевского-Вяземского плацдарма, да. Или Ржевского выступа. Тут по-разному можно называть, но понятно, что мы имеем в виду именно район, в котором развивались боевые действия, в том числе и той самой операции «Марс», про которую мы говорили в прошлый раз. И здесь, конечно, несколько слов следует сказать о причинах, почему же немцы все-таки планировали этот отход. Дело в том, что потери, понесенные в ходе операции «Марс», во-первых, и во-вторых, та неблагоприятная ситуация, которая сложилась для противника на южном участке Советско-Германского фронта, я имею в виду, прежде всего, Масленградскую битву, исход которой к концу января 43-го года уже был, в общем и целом, понятен. Это вынуждало противника принимать такие, ну, крайне сложные для германского командования решения об оставлении той территории, которая долгое время являлась все-таки выгодным плацдармом для потенциальных действий направления Москвы. И как раз в конце января 1443-го года, собственно, и начали разрабатываться все вот эти мероприятия по отходу на линию Бюфель, по-русски, собственно, Буйвол, для того, чтобы сохранить, во-первых, те войска, которые, понеся серьезные потери в конце осени и зимой 1442-го на 43-й, соответственно, год, то есть сохранить эти войска, которые, несмотря на потери, все-таки удерживали линию обороны по периметру Ржевского выступа, но немцы прекрасно понимали, что в случае серьезных новых наступлений Красной Армии эту линию удержать уже не получится. И именно поэтому и в группе Армийцентр, и уже на уровне консультации, собственно, с Гитлером обсуждался вот этот вариант об отходе. Для этого, естественно, нужно было подготовить новую линию обороны, для этого, естественно, нужно было разработать массу мероприятий по совершенствованию дорожной сети, потому что 9-я полевая армия вермахта, там она насчитывала более 300 тысяч человек, естественно, что такие массы войск просто так за один-два дня переместить с места на место было невозможно. Нужно было вывести вооружение и технику, запасы, ну, те же самые боеприпасы, например. Нужно было завести горючее для того, чтобы все это отправить в новые пункты дислокации, в новые районы обороны. Ну и параллельно, конечно, противникам разрабатывалась масса мероприятий, связанных с угоном мирного населения из территории в районе Ржавой и Вязьмы. А я напомню, что этот выступ, он по территории вполне сравним с таким европейским государством, как Бельгия, это очень серьезные масштабы перевозок и очень серьезные действия, в том числе насильственного характера по, как немцы это называли, добровольной эвакуации мирного населения. Ну, давайте коротенький комментарий, потому что тут уже некая перекличка с тем, чем занимаюсь я. Добровольная эвакуация, это, конечно, эфемизм, никакой добровольной эвакуации там не было. И, собственно, и эвакуацией тоже это назвать нельзя. Это была в лучшем случае депортация, которая развивалась параллельно с уничтожением. Почему? Потому что вот это население, которое угонялось, в чем был смысл этого угона? Это похищение демографического ресурса. Потому что, если эти территории будут освобождены, соответственно, весь Советский Союз и Красная Армия прирастет к демографическим потенциалам. Мужчины будут мобилизованы в Красную Армию, женщины встанут к станку. Дети, в конце концов, вырастут. Они вырастут. Непонятно, сколько продлится война. И поскольку Советский Союз рассматривался как экзистенциальный враг нацистской Германии, то его нужно было ослабить максимальным образом. Соответственно, вот эти дети, они не должны были вырасти. Во всяком случае, в СССР. Потому что, когда они вырастут, они все равно станут рано или поздно советскими солдатами. И поэтому гоняется все население. Это была политика общая для всех оставляемых территорий. Но вот на Ржевско-Вязевском плацдарме она реализовалась в числе первых. Это был один из первых регионов, где эта политика была реально реализована. Так вот, это население изначально планировалось кормить по селекционному принципу. И кормили только тех, кто мог выполнять тяжелые работы. И только до тех пор, пока они могли выполнять тяжелые работы. При этом характерно, что угоняли также, точнее, стремились угнать и больных, и ослабленных. Но не для того, чтобы их кормить, а для того, чтобы советская армия, освободив эти территории, этих людей не вылечила. Они должны были умереть, но уже под контролем нацистов. Вот это логика. И очень интересно, что, я не знаю, работали ли вы с этой монографией. Вот в своей недавней книге «Кристиан Штрайт», эта книга написана им в соавторстве с Ханнесом Хейером, он в числе реализации знаменитой стратегии голода, о которой мы много раз говорили в этой студии, упоминает в том числе и вот этот регион, и посвящает ему какое-то количество текста, что вот здесь уничтожение голодом тоже применено. Да, ну и, кстати, в нашей книге, собственно, будет раздел, посвященный как раз оккупационной политике и таким, в общем, мрачным страницам, как борьба немецких оккупантов с партизанским движением, со всей возможной жестокостью, которую только здесь можно представить. И, да, спасибо, Егор, за такое очень ценное дополнение, за ценный комментарий, поскольку я еще раз напомню, что немцев действительно интересовал угон всего трудоспособного населения, то есть где-то в промежутке между 15 и 65 годами, я имею в виду возраст людей. И этим мероприятиям придавалось очень большое, естественно, значение при отводе войск нацистской Германии из жесткого выступа. С чисто военной точки зрения, повторюсь, одной из главных проблем была именно дорожная сеть. То есть, конечно, надо отдать должное противнику. Немцы отнеслись к этому со всей своей тщательностью, и они умудрились проложить практически новые шоссейные дороги, ну, для того, чтобы эвакуировать свои войска, имущество и все прочее. И причем и санные пути, и автомобильные дороги, именно вновь проложенные, насчитывали сотни километров. То есть это были очень серьезные такие подготовительные мероприятия, именно поэтому я и говорю о том, что началось это все уже в конце января. То есть в конечном счете точка начала, то есть точка отсчета начала этой операции, она была сдвинута на, постепенно сдвигалась и была сдвинута на 1 марта 1643 года, и как раз в этот день, по большому счету, отступление немецких войск и началось. Но подготовительные мероприятия, они шли практически весь февраль. То есть параллельно строились укрепления на новой линии обороны, то есть это многие-многие тысячи различного рода огневых точек, многие десятки и даже сотни километров окопов и траншей, колючие проволоки, там различного рода другие заграждения, естественно, минные поля. То есть в нашей книге будет вся статистика, кстати, по тому, сколько всего этого было построено, я сейчас не хочу перегружать повествование цифрами, но там масштабы очень даже впечатляют. Это одно направление, под которое специально создавались инженерные управления, штабы, которые, собственно, непосредственно занимались всем этим. И, кстати, уже на этом этапе массово привлекалось население оккупированных территорий для строительства вот этих всех укреплений. И одновременно, собственно, готовилась та территория, которая оставлялась при отходе, она подвергалась тотальному минированию, естественно, уничтожалось все, что только можно уничтожить, и станционное оборудование на железных дорогах, и сами железные дороги, минировались, естественно, шоссейные дороги, взрывались все возможные мосты, вплоть до небольших мостиков через реки, речушки и ручьи. И впоследствии, конечно, когда Красная Армия уже наступала и преследовала противника, это сыграло очень негативную роль, потому что действительно с таким тотальным разрушением всего и вся Красная Армия еще не сталкивалась. — Политика выжженной земли в самом максимальном изводе. — Да, более того, при отступлении из таких городов, ну как Ржев, ну понятно, что Ржев был полем битвы, частично, как минимум, город, но из всех крупных населенных пунктов, когда уходили, старались взрывать не только какие-то объекты инфраструктуры, там, я не знаю, водонапорные башни, да все что угодно, да, промышленные жилые крупные здания, но даже взрывали высокие деревья, с которых можно было бы вести наблюдение за окружающей местностью. То есть даже на это тратились ресурсы, тратилась взрывчатка, я уж не говорю там про линии связи, телеграфные столбы, то есть все это тотально уничтожалось. Территория предназначалась, ну то есть готовилась к тому, что ничего на ней функционировать уже после ухода немецкого солдата не должно. То есть здесь, конечно, немцы со всей присущей им тщательностью занимались действительно вот такой политикой выжженной земли. Понятно, что опыт такой у противника был, то есть мы здесь можем вспомнить их знаменитое мероприятие еще из Первой мировой войны, которые проводились при отступлении на Западном фронте, но на Советско-германском фронте и вообще в ходе Великой Отечественной войны это была первая такая вот масштабнейшая отступательная операция, которая подразумевала такой мощный этап подготовки во всех смыслах этого слова. Решение окончательное обоставление Калинина, если коль на пару слов, то оно было принято где-то 14 декабря, а город был, как известно, освобожден 16 декабря. Понятно, что там несколько дней предварительно немцы стремились завести в город какую-то взрывчатку, горючую, еще что-то, но все-таки масштабы здесь были несравнимы с тем, что делалось на Ржевском плазаре. Хотя, конечно, в целом немцы прекрасно отдавали себе отчет в том, как это делается, и более того, раз уж вспомнили про Калинин, ведь из Ржева уходила та самая 129-я пехотная дивизия, которая до этого взрывала и жгла Калинина в декабре 41-го года. Вот это вот интересная параллель с Калининым. И мост через Волгу тоже ведь взрывали они, та же самая 129-я пехотная. То есть, вот есть такая черная ее сторона истории, вот именно этой немецкой пехотной дивизии, она снова повторилась. Есть данные по массовым убийствам при отступлении? Есть, я не могу, конечно, назвать точных цифр, но то, что находили места, где, ну и в том же самом Ржеве, собственно, находили места массовых убийств у людей, это подтверждается советскими документами. Ну а что касается в целом структуры населения в ряде населенных пунктов после ухода немцев, вот я на этот счет сейчас могу даже вспомнить конкретно оперативные документы 362-й стрелковой дивизии, насколько я помню, где, собственно, вот прямо описывалось, что в деревнях остались только старики и откровенно больные люди, ну, имеется в виду нетрудоспособные. Из скота не оставалось там, ну, даже птицы не оставалось, то есть не оставалось даже кур. То есть все, что можно было из ресурсов забрать, противник забирал. Плюс, естественно, все было заминировано, то есть вот это вот ощущение того, что нельзя зайти в дом, потому что дверь там заминирована, порог заминирован, что-то еще заминировано. Есть очень много схем подробных в советских документах, как отступающий противник минирован. Ну и у немцев тоже в документах. Да, старикам повезло, если кто-то остался жив, им просто повезло, потому что вообще обычно немцы сжигали все. Ну, здесь, может быть, еще была ставка на то, что советские, вернее, она точно была, что советские бойцы и командиры, ну, на тот момент уже солдаты и офицеры, у нас уже меняется немножко терминология в армии, что солдаты и офицеры Красной Армии будут заходить во все дома. И подрываться. И реально так и происходило. То есть, подрывались лошади в конюшнях, когда туда пытались их завести, чтобы укрыть от каких-то там осадков, да, и вообще согреть немножко, да. Подрывались люди в домах, подрывались в самых неожиданных местах. То есть, немцы минировали все, тотально просто. Какие меры вырабатывались Красной Армии для того, чтобы преодолеть последствия вот этих чудочных разрушений? Ну, тут особого выбора у Красной Армии не было. Приходилось максимально напрягать инженерные, саперные части для разминирования местности. И, конечно, прямо скажем, очень большие затруднения были при использовании всех этих объектов в последующем. Почему, например, вот те же самые, такая проблема была с аэродромной сетью, да, потому что, когда немцы оставляли тот или иной аэродром, там было тоже заминировано, как правило, все. То есть, взлетно-посадочная полоса, она была еще и там взорвана во многих местах. То есть, для того, чтобы все это восстановить, требовались, конечно, титанические усилия инженерных служб, учитывая, что советское наступление в марте развивалось, прямо скажем, крайне медленно, в том числе и с этими всеми факторами, инженерные части, ну, я просто, поскольку нам, как авторам этой книги, очень много удалось поработать с различного рода отчетами советских штабов, в том числе отчетами офицеров Генштаба, которые следили за выполнением целей и задач операции преследования, конечно, признавалось с нашей стороны, что и количество, и качество инженерно-саперных вот этих всех подразделений, оно было недостаточно, просто не хватало квалифицированных специалистов для того, чтобы все это, во-первых, разминировать, а во-вторых, еще и наладить использование всех этих объектов. Вот я привел в пример аэродромы, да, вот с этим тоже была очень большая проблема. Ну, и вообще с любыми объектами, которые так старательно немцами разрушались, при отходе, конечно, использовать их заново было очень тяжело. А были попытки как-то сорвать отступление? Были, но здесь, ну, мы уже, наверное, переходим постепенно к реализации всех этих действий. Тут нужно что сказать, что параллельно, конечно, и Красная Армия готовила наступательную операцию, но, как мы с тобой говорили в предыдущем ролике про Марс, после завершения операции Марс Калининский и Западные два фронта, они были существенно ослаблены. То есть, во-первых, потери, во-вторых, части подвижных и стрелковых соединений, оно изымалось. Поэтому, к сожалению, часть Красной, ну, точнее, те соединения, объединения Красной Армии, которые перешли в наступление после того, как немцы начали отход, изначально, конечно, хотели бы немцев опередить. И уже в феврале массово по армиям, ну, и на уровне фронтов, и на уровне армии, ставились задачи все-таки переходить в наступление и срывать вот эти вот отступательные мероприятия немцев. Но тут была какая проблема. С одной стороны, брали много немецких пленных, то есть языков тех самых пресловутых, но, как потом отмечалось в отчете Генштаба, что, несмотря на то, что пленные давали различного рода показания, но, по всей видимости, даты и общее намерение вот этого немецкого отступления, оно было очень хорошо скрыто немецкими штабами, и даже из пленных не удалось выбить вот точных дат отхода, потому что, по всей видимости, немцы и в своей части старались эти секретные данные по минимуму спускать. И, конечно, никто не ожидал вот такой системности. То есть думали, что немцы просто начнут отход с каких-то позиций, и вот нужно будет их на этом отходе подловить. То, что немцы там в течение практически месяца уже занимались строительством дорог, вывозом ресурсов, угоном населения. Вот масштабов этих всех мероприятий, эти масштабы в советских штабах и советской разведке вскрыть не удалось. Вот это надо, к сожалению, признать. И были попытки сорвать немецкое отступление. То есть, как только наша разведка видела перемещение в тыл каких-то немецких частей, тут же следовали попытки прощупать немецкую оборону. Это было практически на всем фронте, на Ржевском выступе. И практически все советские общевисковые армии, они пытались проверить на прочность немецкую оборону. Но поскольку немцы держали близко к линии боевого соприкосновения достаточно много артиллерии, они эти попытки прощупать оборону, они их срывали, как правило. Более того, очень неудачным эпизодом, ну даже не эпизодом, а таким действием советского командования был отвод из передовых траншей многих стрелковых частей, которые изначально настраивались на начало наступления. А почему их пришлось отвезти? Потому что с середины февраля немцы обрушивают буквально шквал артиллерийского огня на советские позиции. И держать в передовых траншеях большое количество советских бойцов, ну было просто самоубийственно. Потери очень сильно вырастали, вот просто в разы выросли потери во второй половине февраля. Почему так происходило? Потому что немцы расходовали боекомплект накопленный, чтобы не перевозить лишние боеприпасы в тыл. И естественно, они таким образом срывали все попытки советских войск, ну подловить их вот на этом отступлении. То есть здесь надо признать, что немцам удалось сохранить вот этот периметр, практически нетронутым к моменту своего такого большого отступления. Пожалуй, исключением здесь выглядит попытка наступать в 20-х числах февраля 5-й армии Западного фронта, которая вот действительно вылилась в такие достаточно серьезные корпоративные бои. И вот как раз там был довольно известный эпизод, подтверждающийся немецкими документами, когда один из советских лыжных батальонов, 29-й гвардейской стрелковой дивизии, он прорвался вглубь немецкой обороны, но там практически полностью погиб в окружении. Это вот была такая достаточно серьезная попытка с советской стороны все-таки прорвать немецкую оборону и предотвратить вот отход крупных масс войск. Но, к сожалению, и там полноценно прорвать оборону не удалось. То есть мы знаем о многочисленных подвигах советских бойцов, пытавшихся это сделать, в том числе и из немецких документов знаем, и об упорстве этих лыжников, которые сражались. Ну, в книге этот эпизод, он, в общем, достаточно подробно описан. Но вот эти все попытки, они не удались, и в начале марта, вот как раз уже в первых числах марта, немцы начинают такой вот полноценный отвод своих частей на всех участках фронта на Ржевском выступе. И вот, чтобы завершить ответ на вопрос, пытались ли наши, конечно, пытались, но характер этих действий именно в силу слабости наших войск, ну, после вот всех тех событий, о которых я говорил, то есть после изъятия части резервов и ресурсов, ну, если совсем упрощать, то наступление Красная Армия вела ровно теми же частями, которые до этого долгое время сидели в окопах, без резервов. То есть это были уставшие люди, которым буквально из окопов пришлось наступать на немецкие позиции. Ну, точнее, преследовать отступавших немцев, которые постоянно создавали, ну, вот эти заранее были подготовлены промежуточные оборонительные рубежи, на которых оставались-то эти отряды прикрытия немецкие, арьергарды, как правило, там до батальона от полка, от немецкого пехотного. И без того измотанным советским частям, продиравшимся сквозь вот эти минные поля, там взорванные мосты и так далее, им приходилось еще постоянно вступать в корпоративные бои с вот этими хорошо подготовленными немецкими арьергардами, которые прикрывались очень мощным огнем артиллерии. То есть, конечно, это приводило к совершенно таким неприятным потерям, попаданиям в различного рода засады на дорогах, ну, и плюс мины, 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 которые были везде. То есть, условия наступления были крайне неблагоприятные, и в отличие от Марса, конечно, не было такого количества подвижных частей, то есть, не было танков, грубо говоря. Вообще, это, конечно, одна из немногих крупных советских наступательных операций того периода, где было такое небольшое количество подвижных частей, то есть, буквально по одной танковой бригаде на армию. Если мы сравниваем это с Марсом, это вообще ничто. То есть, более того, были даже армии, в которых не было танков практически. То есть, их пытались заменить, это довольно интересный момент, аэросанными батальонами. То есть, вот это пример массового использования аэросаней. Но аэросани, они требовали более глубокого снежного покрова. А в марте уже значительная часть снега стаяла. И были участки уже такие облысевшие, ну, скажем так, не имевшие снега, и аэросани уже двигаться там не могли. То есть, даже для того, чтобы просто преодолеть какую-то территорию, а это средство такое маневренное для того, чтобы совершать обходы, обхваты вражеской территории. Иногда это удавалось, там, высаживать какие-то группы автоматчиков. Был ряд успешных эпизодов, в книге он тоже описан. Но в целом, вот эта ставка на аэросанные батальоны, танки, они заменить все равно не смогли. То есть, ставка, она не сработала, потому что вот эта пересеченная местность, где частично сошел снег, она вот мешала движению таких средств. И танки заменить они все-таки в полной мере не могли. И вот в условиях небольшого количества подвижных частей, наше наступление, ну, наступление Красной Армии, оно свелось к таким линейным действиям, такого лобового характера. То есть, немцев просто преследовали. И поэтому где-то вот полноценно сорвать их отход, за очень редкими исключениями, практически не получалось. Скажи, пожалуйста, а известна ли реакция Берлина вот на эти конкретные события? Дело в том, что, ну, вот начало 43-го года, это череда неудач Вермахта. Самое известное и непонятное нам это, конечно, поражение под Сталинградом, капитуляция 6-й армии, пленение Паулюса, да. Ну, параллельно с этим это прорыв блокады Ленинграда. Ну, естественно, отступление с Кавказа, тоже, так сказать, ну, достаточно болезненное и ставящее крест на мечтах о Бакинской и Грозненской нефти. Ну, и вот здесь тоже отступление, конечно, не такое значительное, как отступление с Кавказа, но, тем не менее, насколько я понимаю, тоже ставящее крест на планах действия вот с этого плацдарма на московском направлении. Вот как реагировали в Берлине на все это? В Берлине очень опасались повторения истории на южных участках Советско-Германского фронта, то есть истории с большим количеством брошенной техники, с поспешными отходами, с большим количеством материалов, попавших в качестве трофеев Красной армии, то есть опасались, что что-то может такое повториться. Отсюда и такие достаточно нервные приказы фюрера о том, что там младшим командирам отдавалась инициатива в плане даже расстрела на месте тех, кого можно было бы подозревать, в том числе командиров частей, в каком-то неоправданном оставлении тех или иных ресурсов противнику и так далее, чтобы не допускать вот этих всех неконтролируемых отступлений с большими потерями. Этого, естественно, опасались, это во всех документах немецких сквозит. Более того, если мы опустимся на уровень штаба той же самой 9-й полевой армии, то мы увидим там тоже опасение, что русские могут начать какое-то мощное наступление, которое опередит вот эту всю подготовку немецкого отступления и не даст немцам, собственно, вывести все то, что они планировали вывести и вообще отвезти войска. То есть опасения такие были постоянно. Но в какой-то момент немцев начали, к сожалению, удовлетворять действия советских войск, потому что они увидели вот эти многочисленные локальные атаки по периметру, и они решили, что русские таким образом точно выдохнутся в ближайшее время, если у них не будет каких-то крупных резервов. А сведений о крупных резервах, поступающих, собственно, на эти участки Калининского и Западного фронта у немцев не было, поэтому они надеялись, что так дальше и будет продолжаться. И, к сожалению, немцам в начале марта повезло еще и в том, что потихонечку начал возвращаться морозец. То есть начали вот эти вот уже раскисавшие откровенно дороги и позиции, все это начало схватываться морозом снова. Здесь довольно интересный яркий эпизод. Это вот то, что позиции непосредственно в Оржеве, по берегам Волги, они уже прямо окопы и блиндажи начали заполняться водой весенней. То есть, но в начале марта на многих участках вернулись морозы, опять минус образовался, и это дало возможность вот по вот этим подмерзшим дорогам немцам снова массово продолжать вывозить все необходимые ресурсы. То есть вот те опасения, которые были у немцев, они, к сожалению, не оправдались именно в отношении этого участка фронта. Ну, вот можно сказать, даже не повезло. То есть если бы продолжалось резкое вот это весеннее потепление, то, может быть, где-то удалось бы немцев подловить. Ну, то есть образовались бы какие-то пробки. Они в реальности образовывались, конечно, но в условиях, когда немцам удавалось сдерживать советское наступление вот этими арьергардами, то есть вот этими отрядами, которые прикрывали отступление, пробки тоже образовывались. Из немецких документов это очень хорошо видно, что приходилось им очень нервно разгонять какие-то там вот заторы на дорогах. Но в целом, поскольку советское наступление развивалось очень медленными темпами, немцам это в целом удавалось. То есть каким-то образом разгрузить вот эти вот транспортные артерии, на которых периодически образовывались заторы. Ну что, переходим к итогам. Да? Ну, для немцев вроде бы понятно. То есть, да, организованное отступление на новые рубежи. Для Красной армии освобождение территорий. Понятно, что эти территории там обезлюжены во многом и превращены в выжженную землю. Но, тем не менее, вот мой вопрос будет связан с использованием этих событий в пропаганде. Потому что, как бы там ни было, а это все-таки отступление. Хоть организованное, неорганизованное, неважно. Это оставление занятых прежде рубежей. Территория возвращается под контроль Красной армии и советской власти. Как это использовалось в пропаганде? Ну, конечно, освобождение Ржева, оно было отмечено и на международном уровне. Здесь можно вспомнить поздравительные телеграммы от союзников Советского Союза. То есть, от Черчилля, от того же в честь освобождения города Ржев. Все же понимали, что это все-таки место, где шли долгие кровопролитные сражения. То есть, были освобождены Ржев, Сычевка, Вязьма, Гжатск, ну, многие-многие другие населенные пункты. То есть, это все-таки целая серия освобождения городов. Это очень серьезно и с точки зрения морально-политического фактора. Собственно, обе противоборствующие стороны, они прекрасно понимали значение освобождения таких вот узловых пунктов. То есть, это немцы понимали и в 41-м году, опять же, вспоминая оставление Калинина, насколько те немецкие генералы, которые были ответственны за этот участок, насколько они не хотели первоначально оттуда уходить, потому что понимали, что русские это обязательно используют для своего морального подъема. Здесь все было точно так же. То есть, и Ржев, и Вязьма, это все-таки были города такого очень серьезного значения, которые были известны и не сходили в свое время там с полос газет. Это, конечно, все использовалось совершенно правильно. Какой придавался контекст, конечно, старались показать, что города были освобождены в результате тяжелых боев, в ходе которых было уничтожено там большое количество войск противника. Ну, реальность была несколько более прозаична, как правило, все-таки города оставляли после ухода немцев, то есть, занимали наши войска. Но, тем не менее, принижать значение освобождения этих городов ни в коем случае нельзя. Немцы ведь не сами по своей воле взяли и ушли. Конечно, ну, конечно, вот меня всегда коробят вот эти немецкие задним числом заявления о том, что мы ушли там непобежденные. Конечно, это... Если вы оттуда ушли, значит, вы проиграли. Все, вопросов нет. Вы оттуда ушли, и все, уже больше никогда не вернулись. Да. То есть, здесь ни в коем случае нельзя списывать со счетов вот этот вот моральный фактор. Да, это была советская земля, земля древних русских городов, деревень, которые освобождались, наконец-то, от нацистского ига, и это, конечно, было важнейшим событием. Негативный фактор, да, совершенно, Егор, ты прав, тут, конечно, он заключается в обезлюживании этой территории, и, к сожалению, последствия этого обезлюживания, они, ну, в общем, чувствуются и сегодня, потому что... То есть, есть статистика, да, что демографическая яма, она продолжается? Да даже, ну, я не такой большой специалист в демографии, хотя, конечно, я уверен в том, что это до сих пор сказывается, и я думаю, что есть объективные данные на отсчет, но даже если просто посмотреть на карту населенных пунктов, вот если мы смотрим карты 30-х, 40-х годов, их просто намного больше. То есть, к сожалению, многие деревни и села превратились вот в те самые урочища, на которых уже человек не живет. То есть, это вот самые, пожалуй, негативные последствия вот этих долгих сражений на Аржевском выступе. А то, что территория освобождалась, то, что противник терял выгоднейший плацдарм на московском направлении, то, что он оставлял огромные территории и уже правильно никогда на них не возвращался, это, да, безусловно, позитивный итог. И в этом плане говорить о какой-то там победе противника, ну, это действительно абсурд. То есть, немцы уходили, отступали, отступали под давление, тоже, кстати, неся потери. А вот мы по итогам выпуска, связанного с операцией Марс, мы говорили о соотношении потерь. Да, оно по-прежнему было неблагоприятным. То есть, например, общие потери Западного и Калининского фронтов за эту операцию, преследование, ну, то есть, где-то там с 1 марта и до первых чисел апреля, скажем так, да, потому что там разные армии по-разному закончили свои наступательные действия. Там же еще были попытки прорвать вот эту вот оборону, которую немцы построили, уже новую линию. Но потери были достаточно внушительными, около 150 тысяч общих потерь. Это все-таки для операции преследования очень-очень немало. И безвозвратные потери тоже там были весьма внушительные, там более 40 тысяч человек. То есть, немцы, конечно, понесли гораздо меньше. Но надо понимать, что все равно даже эти потери, которые они понесли, там, ну, в районе где-то 7 тысяч безвозвратных потерь, там, более 20 тысяч общих, это все равно ослабляло их группировку, да. То есть, говорить о том, что это какая-то для них победоносная была, какое-то победоносное такое красивое отступление, непобежденными, ну, это, конечно, это всерьез. Это тоже пропагандистский тезис, который они использовали достаточно долго. И, к сожалению, его использовали и после Второй мировой войны. Да, и до сих пор используют. Но, тем не менее, пошли на Запад все равно, наши пошли на Запад. Что вечная память всем погибшим за свободу и независимость нашей Родины. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что летом выйдет замечательная книга авторского коллектива Артем Драбкин, Максим Фоменко, другие прекрасные историки. В скором времени, насколько я знаю, откроется предзаказ на это издание. Поэтому следите за новостями, в том числе и на цифровой истории. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok